контекстная реклама тоже реклама значит соответственно подчинена закону рекламе законе рекламе говорится о том что употребление в превосходной степени безосновательно запрещено если мы пишем клиника номер один мы должны как это потеря сделать звездочку на основании ассоциации которые мы сами придумали сами себе выбили диплом значит все подтверждено в контексте все то же самое поэтому писать там лучшие цены скорее всего не пройдет можно играть все интересные цены адекватные цены или собственно что чаще всего делается в лоб уже собирались отсекать аудиторию мы просто пишем цены от не знаю что это у нас ВИП в стоматологии или не ВИП значит это физический центр в Москве значит это мы привлекли внимание значит еще мы теперь отсекаем и продолжаем привлекать внимание с использованием цены 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 не знаю вот там 3000 рублей предположим там от 1000 я не знаю какой у нас цены дорогой дешевый мы вот сразу это обозначаем у нас остается последняя часть значит теперь здесь да есть такое мнение о том что он там даже если вы хотите стоимость дешевого размера то есть у нас есть такая задача у нас с вами задача отсечь давайте так если у нас дорогая стоматология то я бы написал цену на 10000 словно я обозначить что дорого это никакой не развод люди будут понимать что там дорого да а если у нас дешевая стоматология дешевая стоматология значит не надо писать цены надо писать не знаю корейство 300 рублей что-то такое доступная цена доступная цена да значит но я предлагаю вам сейчас сейчас уже не вдавался деталям значит теперь здесь у нас какие-то значит конкурентные преимущества я не знаю что я в такси виду такую замечательную тему кстати про анализ эффективности сейчас я вам покажу как можно анализировать здесь не помещается здесь не помещается значит но в такси такую замечательную вещь в виде у них было прямо в объявлении скажи яндекс получи 10 скидку 10 процентов прямо вот анализируется эффективность контекста вам тут звонят и прощается еще там ключевое слово ну ладно у нас будет просто скидки до конца июня по месяцам ну и какую-нибудь скидку 5 процентов купончик на сайте значит надо сделать чтобы он был увиден вот такое у нас супер-пупер объявление значит на что с вами получилось у нас для гугла да не хватило длины значит теперь смотрите вот объявление вот запросы заходим вкладку google и хотим для гугла редактировать отдельно у нас там заголовок сейчас да коматоводный я в москве все готово готово объявление которое нормально ублакуется и подводится во все три системы значит мы не сделали очень важную вещь какую есть предложение минус слова да соответственно надо выбирать всего 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 значит еще мы можем так поделять бесплатно скачать там что-то не знаю ну Екатеринбург нам не нужен то есть мы и так в москве как бы поставили но я же сейчас не буду тратить на это на это там улосную технологию если так история болезни что-нибудь такое значит мы выбирали показываю как в Иване это замечательно делается вот так наносится на запрос опа она вычитается вот ну да он сам разбирается что лишнее он красным становится лишнее выиграет и соответственно вычитает можно вручную естественно вбивать можно вбить там целую пачку если у вас тут будет там целая пачка вы будете скопировать положить мы их сразу все вычитаем одно и то же слово значит единственное что нет скажу это очень важная вещь в Яндексе есть такая штука как минус слова на всю компанию и на самом деле вот это вот скачать бесплатно и тому подобное это не с каждого слова вычитать а вычесть из всей компании вот ну у нас пока нет но вообще мы планируем что может быть вот сюда накидывать на всю компанию а потом накидывать еще отдельное объявление это даже в Яндексе нет а в Яндексе так нельзя что на всю компанию или что на всю компанию можно можно да то есть запрос можно добрать в Яндексе потом уже в интерфейсе Яндексе можно сделать здесь а потом на всю компанию а потом зайти в Яндексе добавить на всю компанию да то есть ну это я просто продемонстрировал в интерфейсе вообще на самом деле давайте как откуда родилась эта система есть интернет-агентство 3.NET который сейчас 28-й в России по разработке интернет-проекта 13-й посел значит по рейтингу 3.NET изначально соответственно 3.NET занимался контекстом в том числе там были первые в Питере был кредитован Яндекс только когда еще можно было миллионное объявление на Яндекс мы добавили у нас возникали задачи по автоматизации работы с контекстом для себя в этот момент мы поняли что это можно делать и отдавать собственно всем а работа как бы специалистов работа менеджеров контекстов она чаще всего складывается в следующее те кто использует все практики которые я показывал делается user stories значит менеджер берет подбивает Excel заходит в Wordstat из Wordstat копирует в Excel из Wordstat в Excel там это все группирует а потом группирует выбирает сохраняет а потом из Excel в Яндекс из Excel в Бекун из Excel в Google вот такая собственно как бы работа вот за счет вот этого интерфейса мы этот вопрос как бы решили Excel больше не нужен можно в одном интерфейсе в единственном интерфейсе вы можете это все делать сами за бесплатно то есть на центре с этого не берется если вы хотите чтобы наши менеджеры уже это делали мы берем 20% от оборота но не меньше 6 и не больше 30 то есть от 6 до 20 тысяч в месяц стоит если это будут делать наши специалисты но это не обязательно то есть если вы ставите индивидуальный обслуживатель в игре не обязательно это делать постоянно вы можете несколько месяцев поработать с нашим менеджером он вам оплатит всю компанию вы будете все видеть он у вас обучит а потом продолжите работать сами и вы будете участвовать но давайте двигаться дальше это только начало значит смотрите вот мы сделали первое объявление собственно но что же мы делаем дальше а дальше мы делаем следующее следующий запрос это детская стоматология причем собственно его надо уточнить и посмотреть что детская стоматология что здесь бывает еще стоматология детского возраста круглосуточно детская клиника и так далее ну давайте начнем с просто детской стоматологии значит опять же у нас получается Москва я не знаю что такое стоматология детского возраста скорее всего это какая-то компания которая так называется да или книжка чтобы скачать это скорее всего нам не нужно значит детская стоматология круглосуточно и там были такие отдельные запросы круглосуточно вот давайте я сейчас на это время тратить не буду но вообще это запрос который нужно делать отдельное объявление вот прям вот запросик вот сюда скину чтобы не забыть мы сейчас делаем общее 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 ну давайте время тратить не буду значит выбрали а вот детская стоматология цены кстати про цены то что мы выбрали и мы здесь сделали отдельно про цены мы же потом на эти запросы разные ставки назначим на те которые там стоматологии цены да можно будет подзнать ставку получше чтобы располагаться на лучших позиций кстати чтобы не было неоправданных ожиданий обратите внимание здесь и вами мы сейчас например деньгами вообще нигде не оперируем мы только создаем как бы структуру компания когда она запустится в систему и деньги и деньгами вы уже будете управлять и настраивать ставки непосредственно по самим системам то есть сколько платить на каких местах размещаться значит собственно детскую стоматологию делаем с вами ну давайте уже значит по накатанной мы уже это делали на предыдущем предыдущем объявлении значит у нас получается что детская детская стоматология в Москве опять же да значит может быть еще кстати можно знать что сделать посмотреть скорее всего есть такой запрос томатология для детей их тоже можно объединить в эту тематику хотя статистику снимать не буду вот так просто добавлю и все значит соответственно пусть будет стоматология для детей значит там цены у нас получается от тратить трем не будем и соответственно скидки у нас абсолютно значит двигаемся дальше уточняем значит отдельный запрос детская круглосуточная стоматология да детская и вот самое важное мы не сделали естественно минусы надо делать самое важное если на первом объявлении мы там ввели на главную страницу то здесь мы должны явно ввести на страницу не знаю какая у нас в стол на точку ру предположим и отдельная страница для детей да про детское отделение или еще про что то есть ни в коем случае не на главную страницу а те кто ищет про детскую стоматологию то соответственно ввести их именно на эту страницу значит теперь собственно про детская круглосуточная стоматология щас не помещается значит мы делаем вот так круглосуточная вмещается а круглосуточная То есть там, может того, и я. Ну, опять же, кстати, мы там про отсечение говорили, можно метро указать, если это как бы важно. Значит, скидки есть. Значит, скидки ночью есть. Значит, пока ребенок спит, перейдем. Значит, соответственно, здесь бы неплохо. Я не знаю, либо это у нас будет отдельная страничка, где тоже написано. То есть по-правильному, там, не знаю, ввести на отдельную страницу про детскую круглосуточную стоматологию, на которой написано, что вы принимаете 24 часа в сутки под телефон дежурного врача и там купончик, соответственно, на скидку. Ну, вот такой отдельный, как бы, лендинг, страничку сделать. Значит, теперь давайте смотреть, что произойдет в Яндексе, когда мы эту компанию запустим. Так. А, еще неплохо, кстати, помимо статистики, просматривать, что еще вот здесь вот подсказывать, да, какие, собственно, есть тематики. Значит, ну, запросы там и того, где-то ничего особого. У меня этот регион Санкт-Петербург, давайте посмотрим, что в Москве стоит. Кстати, по некоторым тематикам, которые имеют географическую, то есть в разных регионах разные рекламодатели, и мы сейчас поговорим о том, как повышать эффективность для мультирегиональных компаний. Так вот, в разных регионах, где разные рекламодатели, можно подглядывать, да, то есть если вы не хотите повторяться с москвичами, да, но хотите посмотреть, что еще можно сделать. Так вот, берете, меняете регион, смотрите, как Петербург, и как Екатеринбург рекламируется. Только глядете, словно говоря, другие. Значит, давайте теперь следующее. Сейчас, я надеюсь, чуть ли не с первого раза я вас могу демонстрировать. Значит, смотрите, вот здесь, да, объявления у нас сортируются по соотношению цена-качество. Все, что я рассказывал, да, вот это поясня. Если мы щелкаем на ссылку все объявления, то вот здесь вот они отсортированы, отсортированы, так как рекламодатели назначили ставки. Да? Здесь, смотрите, вот это вот OnClinic, да, OnClinic, на самом деле располагается на, то есть если отсортировать по ставкам, то они четвертые по стоимости, которые они платят за переход, да. Теперь, собственно, смотрите. Располагаются они у нас вот здесь. Почему? Потому что запрос в томотоводе у них, собственно, дважды. Вот видите, он есть в заголовке и в тексте, то, что мы с вами сделали. И есть такая замечательная штука, кстати, возможно, нам стоит это тоже скопировать свое объявление. Видимо, вот эта фраза скидки в заголовке тоже хорошо работает. То есть вот этот вот рекламодатель, если отсортировать по стоимости, то он, на самом деле, вот здесь должен располагаться. А получается, что справа располагается его конкурент, который хватит больше, чем он. А может, правда, без боли работает. А может, правда, без боли работает. Может быть, без боли, можно поэкспередировать. Значит, теперь давайте... Да, это хорошее дело. Значит, теперь давайте двигаться дальше. Что у нас там было? Детская стоматология, правильно? Детская стоматология. А, у нас же еще была стоматология в Москве. Секундочку. Вот. Секундочку. Ну, по цене никто не надевает в моем поводу в Москве. Секундочку в Москве никто не набирает. Послушайте. Они так по Москве елись. Давайте посмотрим. Мы с вами посмотрим где. Мы не в курсе, что заезжим, поэтому надеваем по Москве. Выше, выше, выше. Где? Послушайте. Послушайте. Секундочку. Прямо уже все. Выезжал? Выезжал? Да. Нет. Секундочку. 7879 человек в месяц набирают. Стоматология в Москве? Не знаю. Мы их интересуем. Стоматология в Москве. Давайте проверим. Москва и Московская область. Москва и Московская область. Стоматология в Москве. 12644. В Москве и Московская область. Ух. Ух.